Дорогие друзья, сегодняшний наш урок опять будет основан на отрывке из 11 главы Евангелия от Иоанна. Прочитаем в этой главе с 1 по 44 стихи. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему, «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с Ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и, увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат Мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам восскорбил духом и возмутился и сказал, «Где вы положили Его?» Говорят Ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как Он любил Его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как Он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. И я знаю, что Ты всегда услышишь Меня. Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Сказал это он воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Не знаю, как Еремия делал это. Почти каждый раз, когда ветхозаветный пророк вставал проповедовать, он видел перед собой все меньше людей. Он жил в такое время, когда истина, которую он был призван проповедовать, почти всегда несла в себе плохую весть. Израиль погряз во грехах, и Бог решил отправить народ в вавилонский плен. Весть Иеремии Израилю состояла в том, что они должны выпить лекарства и без сопротивления принять посылаемое им наказание. В результате люди ненавидели его и желали ему смерти. Начиная этот урок с 11 главы Евангелия от Иоанна, современный проповедник чувствует себя в некоторой степени подобно Иеремии. При том, что в этом отрывке содержится удивительно добрая весть, она требует, чтобы мы вначале столкнулись с чем-то для нас нежелательным. Горькая истина такова, что мы все умрем. Жизнь заканчивается смертью. Какими бы молодыми, сильными и здоровыми мы ни были в данный момент, однажды нас не станет. Это может случиться сегодня, завтра или же через 80 лет, но все мы умрем. Мы по-всякому пытаемся уйти от этой ужасной истины. Мы стараемся убедить себя, что если заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, пристегивать ремни безопасности, пить очищенную воду и мазаться лосьоном от загара, то можно защитить себя от смерти. Но как уйдешь от того факта, что уровень смертности в этом мире составляет 100%? Вы, наверное, думаете, «Не хочу слышать об этом сегодня. У меня была напряженная неделя, а теперь мне напоминают о том, что я умру». Я бы не поднимал такого болезненного и мучительного вопроса, если бы Евангелие не давало на него ответа. В замечательной истории, описанной в 11 главе Евангелия от Иоанна, Иисус провозглашает людям всех времен «Я есть воскресение и жизнь». Это замечательная весть, но вначале нам следует вспомнить плохую весть, чтобы должным образом оценить ее. Иисус и Его ученики ушли от конфликта в Иудее, переправившись через реку Иордан, туда, где в свое время проповедовал Иоанн Креститель. И вот однажды до них дошло известие, что Лазарь из Вифании заболел. Поскольку Лазарь и его сестры Мария и Марфа были близкими друзьями Иисуса, все, вероятно, подумали, что Иисус немедленно отправится в Вифанию. Однако, по каким-то причинам, известным в то время только Ему одному, Иисус не тронулся с места еще два дня. Наконец, узнав, что Лазарь умер, Иисус сказал своим ученикам, что пора идти и навестить его больного друга. Вначале они возражали против этой мысли, потому что знали, если их снова обнаружат возле Иерусалима, а Вифания была всего лишь в четырех километрах от него, им не миновать преследование и, возможно, смерти. 11 глава, стих 18. Но когда Иисус сказал им, что Лазарь мертв, они неохотно согласились идти, как сказал Фома, пойти и умереть с ним в 16 стихе. Когда Иисус был уже недалеко от деревни, но еще не вошел в нее, 30 стих, Марфа услышала, что он идет, и выбежала ему навстречу. Она сказала, стих 21, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Весь человеческий род может разделить ее чувство беспомощности перед лицом смерти. Похороны обычно напоминают нам о том, что никакие наши усилия не могут защитить нас от разрушительной силы смерти. Иисус ответил Марфе, «Воскреснет брат твой». Мы никогда не узнаем, как она восприняла эти слова. Может быть, с болью? Или отнеслась к ним, как к тем многим пустым словам, которые иногда слышишь на похоронах? Может, они прозвучали упреком ее неверию? Какова бы ни была первая реакция Марфы на слова Иисуса, она перевела их в духовную плоскость, ответив, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». 11 глава, стих 24. И тут Иисус произнес знаменательнейшие слова в Своем служении, наряду с другими, изменившие мир. Он сказал Марфе, «Я есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». 25 и 26 стихи. Здесь важно отметить, чего Иисус не сказал. Он не сказал, «Я воскрешу Лазаря». Он не сказал, «Я сам испытаю воскресенье». Провозгласив «Я есть воскресенье и жизнь», Он выразил нечто гораздо большее. В этом месте Евангелия от Иоанна мы встречаемся еще с одним утверждением «Я есть». Иисус делает еще одно заявление о божественности, одновременно определяя свои взаимоотношения с великим врагом – смертью. Провозглашая Себя воскресеньем, Иисус не обещал ни того, что Его ученики никогда не предстанут перед физической смертью, ни того, что Он сам никогда не встретится со смертью. Зато Он утверждал, что благодаря тому, что Он умрет и воскреснет, преодолев силу смерти, Его ученики уже никогда больше не будут иметь прежних взаимоотношений со смертью. «Воскресенье для них будет намного больше, чем чудесное одномоментное событие. Оно будет новой реальностью жизни». Следующие слова Марфы отражают огромную веру и глубокое понимание духовных вопросов. Когда Иисус спросил ее, верит ли она Ему, она ответила «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Стих 27. Даже еще до того, как стать свидетельницей удивительного чуда, которое вот-вот должно было произойти, Марфа продемонстрировала ту веру, которую призвано было породить Евангелие от Иоанна. После разговора с Иисусом Марфа вернулась домой, чтобы рассказать своей сестре о приходе Господа. Услышав, что Иисус находится поблизости, Мария поспешила Ему навстречу. Увидев Иисуса, она упала к Его ногам и повторила горькие слова своей сестры. «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Стих 32. Нам всем знакомы душевная боль, горе, печаль и разочарование, какие в тот момент должно быть испытывала Мария. И поэтому все мы готовы идти с Иисусом к могиле Лазаря. Из-за всего, виденного в тот день, Иисус воскорбел духом и возмутился, читая мы в 33 стихе. Он спросил, где похоронен Лазарь по пути к могиле. Иисус присоединился к плачущим, и было видно, как он прослезился. 35 стих. Стоявшие рядом удивлялись. Смотри, как он любил его. Стих 36. Могилой Лазарю служила пещера, вход в которую был закрыт большим камнем. Когда Иисус велел им отодвинуть камень, Марфа запротестовала, потому что Лазаря похоронили четыре дня тому, и его разлагающееся тело уже должно было издавать зловоние. Иисус сказал ей, чтобы она верила ему, и камень отодвинули, читая мы с 39 по 41 стихи. Из всех знамений, которые описаны в Евангелии от Иоанна, нет более великого, чем то, что произошло у могилы Лазаря. Трижды в главе 11 Иисус провозглашает, что эти события происходят для того, чтобы люди увидели славу Божью. Это 4, 15 и 40 стихи. На каждом шагу нашего пути мы видели славу Божью в учении и чудесах Иисуса. Но в этот момент в Евангелии от Иоанна, в момент воскресения Лазаря, слава Божья, присутствие Бога во Христе сияет ярче всего. Это как, если бы мы читали Евангелие при лампе с выключателем, который может регулировать яркость света. Чем дальше мы углубляемся в Евангелие от Иоанна, тем ярче становится свет. Когда мы доходим до главы 11, свет становится почти слепящим. Мы уже видели славу Божью во многих ее проявлениях, но наиболее отчетливо мы видим ее в следующих нескольких стихах. Пораженные люди, стоявшие у могилы Лазаря и смотревшие, как отодвигают камень от входа, увидели, что Иисус обратил свой взор к небесам и стал молиться. 41 и 42 стихи. Закончив молитву, Иисус крикнул «Лазарь, иди вон!» стих 43. Должно быть, последовала мертвая тишина, все взоры устремились ко входу в пещеру. Если ничего не случится, они будут знать, что перед ними безумец, но если Лазарь все же выйдет из пещеры, они поймут, что перед ними тот, кто обладает несравнимо большей силой, чем им когда-либо доводилось видеть. Умерший Лазарь вышел из пещеры, все еще обернутый пеленами, которыми покрыли его тело при погребении. Стих 44. Иисус приказал стоявшим поблизости «Развяжите его, пусть идет». Лазарь был жив, снова было продемонстрировано, что Иисус является тем, кем он себя называл. И ярко засияла слава Божья. В результате, как мы и ожидали, многие из тех, кто в тот день видел эти события, уверовали в него. Стих 45. Рассказ об Иисусе у могилы Лазаря помогает нам противостоять нашему собственному страху смерти. Благодаря тому, что Иисус сделал тогда и продолжает делать сегодня, нам не нужно отрицать реальности смерти, чтобы быть счастливыми в этой жизни. Как христиане мы не убегаем от смерти, мы смотрим ей в лицо. Мы не притворяемся, будто она минует нас. Мы провозглашаем миру, что у нас есть, что ей ответить. Это новое отношение видно в следующих двух отрывках, взятых из писем Павла. Послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Также прочитаем из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 54 и 55 стихи. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть где твою жало? Ад где твоя победа? Смерть это реальность жизни. Мы должны быть благодарны, что у христианства есть, что ответить смерти. Знание того, что Иисус есть воскресение и жизнь, позволяет нам жить спокойно и радостно в реальном мире. Только впервые без страха взглянув в лицо смерти, мы можем обрести истинную радость в этой жизни. Джон Дон, проповедник и поэт XVII века, одно время спал в гробу, чтобы приучить свой разум и душу к величайшим вопросам жизни и смерти. Несколько лет тому назад я испытал нечто подобное, не в состоянии найти время для занятий и молитвы из-за постоянного шума и суеты вокруг моего рабочего места, я рассказал о своей проблеме одному хорошему другу, владельцу местного похоронного бюро. Вскоре он сказал мне, что придумал выход из моего положения. Можете себе представить мое удивление, когда он повел меня на второй этаж похоронного бюро и показал, где он устроил мне маленький кабинет в далеком углу склада гробов. Это был один из самых замечательных подарков, которые я когда-либо получал, и мой кабинет стал единственным местом в городе, где мне ничего не мешало заниматься, думать и молиться, ведь никто не будет беспокоить человека на складе гробов. С того времени я часто думаю, что следовало бы все проповеди писать в похоронных бюро, в тени самой тяжелой реальности жизни, вынужденной проходить через зал для бальзамирования и комнату, полную гробов, я вспоминал, что моя главная миссия состоит не в том, чтобы помогать людям делать жизнь приятнее, а в том, чтобы помогать им находить настоящую жизнь, не в том, чтобы убрать из их сердец всякую печаль, а в том, чтобы показать им путь через горе к воскресению, не в том, чтобы просто помочь им пережить житейские трудности и потрясения, а в том, чтобы подготовить их к встрече с Богом. В книге Амоса, 4 главе, 12 стихе, мы читаем «Приготовься к сретению Бога твоего». Приходилось ли вам когда-нибудь читать захватывающую книгу или смотреть захватывающий фильм, который заставили бы вас испытать страх и волнение, а перечитывать ту же книгу или снова смотреть тот же фильм? Каково было ваше впечатление во второй раз? Когда это случается со мной, то второй раз я могу расслабиться и взглянуть на испытания и опасности героя иначе, уверенный в том, что все закончится хорошо. Лазарь, вышедший из пещеры неподалеку от Вифании, показал нам, как закончится наша собственная история. Не спорю, что если второго пришествия Господа в скорости не случится, всем нам придется встретиться со смертью. Однако, поскольку Иисус есть воскресение и жизнь, мы смотрим на смерть иначе. Хотя наши тела когда-нибудь будут лежать в могилах, мы знаем, что однажды мы восстанем из могил. Парадокс в том, что только тогда мы на самом деле будем готовы жить, когда поверим, что Иисус есть ответ на проблему смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok